Радостность, активность, всем желать счастья, молитва. Не лежать и вот так ждать, ждать, когда всё пройдёт. При обычном гриппе так и работает, но этот вирус, понимаете, другой, он не будет отступать до последнего, он будет нас убивать. Понимаете? Поэтому с ним лежать нельзя. Нужно длительное движение. Если вы чувствуете совсем тяжело, тогда другое дело. Тогда уже постельный режим, антибиотики там и всё прочее. Это никто не отменял. И причём, если вы чувствуете затруднение дыхания, вы должны немедленно вызвать скорую помощь и поехать в больницу. Хоть это некомфортно и неприятно, но надо это делать, потому что затруднение дыхания указывает на то, что скоро будет смерть уже. Затруднение дыхания указывает на то, что вам осталось мало. Скорее всего, если вы будете жить правильно, до этого вообще не дойдёт, потому что есть вот эти тонкие моменты, которые я вам перечисляю. Если человек поздно встаёт, он резко снижает свой иммунитет. У него снижается возможность выжить. Нужно вставать в 5 утра где-то в среднем. Вот так. Это нормально. В 5 утра ложиться в 10 или в полдесятого. Вот это нормально. Если ты ложишься в 11, 12, уже снижается иммунитет. У тебя теряются защитные силы. Чем позже человек ложится, тем меньше у него возможности побеждать болезнь, потому что Луна даёт человеку такую энергию, это называется энергия отжаса. Эта энергия называется резервом здоровья. Вот допустим, сколько ты будешь сопротивляться вирусу? Сколько ты находишься под Луной? Вот если ты спишь от корки до корки, то есть с 10 до 7, это лунное время, до 5, с 10 до 5, лунное время, тогда у тебя максимальный резерв здоровья. Если ты, допустим, ложишься спать в 12, то этот резерв здоровья сокращается, соответственно, на 2 часа. Если ещё позже, ещё на час, то есть у тебя уже меньше сил, возможности победить, потому что отжас или энергия Луны – это твой резерв. Вот как у вас в банке лежит такое определённое количество денег, да, это ваш резерв, на них можно жить. Так и когда человек ложится спать вовремя, он увеличивает свой резерв. Извините, что в связи с лекциями я такую возможность у вас забираю, но это единственная возможность нас вместе собрать. Если раньше делать, люди не приедут, они с работы не успевают. Поэтому, когда у меня лекции идут, вы немножко страдает, ваш режим дня, но потом всё, вы наладите, да, всё равно. Хорошо. Итак, все энергии природы мы должны в себя всасывать. Это первый принцип, то есть надо любить воду, любить солнце, любить ветер. Если ты что-то не любишь, тебе ветер не нравится, значит, у тебя не хватает вот этой силы побеждать болезнь, решимости. Если солнце тебе не нравится, значит, не хватает оптимизма. Если тебе не нравится земля, значит, нет терпения. Если тебе не нравится вода, значит, у тебя не хватает энергии резерва, вот это вот здоровье. То есть что вода, что луна, это одно и то же, одна и та же энергия, энергия воды. Если энергии пространства не хватает, значит у тебя нет возможности выживать, перспективы, то есть вот эта способность быть оптимистом, верить в будущее, верить в лучшее, это энергия пространства в целом. Поэтому, когда людей заперли в квартирах, да, при коронавирусе, у них отняли энергию пространства, они потеряли вот этот импульс, способность выживать, как бы в замкнутом пространстве человек теряет силы из-за этого, ему нужен простор, свобода, птице не нужна свобода, иначе она меньше живет. Птица в неволе, животное живет меньше, означает нет простора, вот эта энергия пространства нужна для того, чтобы быть долго и счастливо жить.